Игорь Моменко Игорь Моменко Звонит в дверь, жена с любовником Они подскочили, бегают, испугались, паника Он вспотел, заикал Страшно ему Она ему подзывает, любовника, сюда иди Ну хватит успокоиться, что это все, многие затряслись Телевизор, видишь, стоит на тумбочке, за него спрячься А потом, потом разберемся, быстро И то в трусах и майке, и за телевизор и спрятался Ну, муж пришел, ему ничего не надо Он включил футбол, болел, кричал, ура, куда бьешь, дурак Ну, и вдруг тишина ограбывает Жена делала кофе ему Ну, ничего, минут 15, ничего не слышно Она проходит в комнату, муж сидит, смотрит куда-то в угол Весь бледный Седина вот тут у него Глаза вот такие, папа Она говорит, Сеня, что случилось? Он поворачивается, говорит Зина, ты не поверишь Только что Павлюченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел Спасибо Из разряда деревенских анекдотов Там у меня тоже приличная коллекция Один из них, мне кажется, будет вам симпатичный Сельский клуб, идет лекция Тема животноводства Лектор заканчивает читать Пожалуйста, если какие-то вопросы есть, задавайте Женщина Пожалуйста Вы только что сказали, что бык в состоянии осеменять корову до 7 раз в сутки Я правильно поняла? Абсолютно верно Повторите вот это для наших мужчин Женщины захлопали Молодец Мужик один Пожалуйста Я дико извиняюсь А бык в состоянии осеменять 7 раз в сутки одну корову Или 7 разных коров? 7 разных Повторите для женщин, пожалуйста Только ленивые не рассказывают сегодня анекдоты о блондинках Пару примеров из моей коллекции Один коротенький такой, встречает свои две блондинки Одна говорит Ну что, сдала она права? Так говорит Я не знаю, инструктор погиб Так же приходит блондинка в гости Привет, как дела? Нормальная Хочешь фокус покажу? Давай Смотри Видишь, свет горит? Ну Смотри внимательно Видишь, нету? Нету А где он? Кто? Свет Я не знаю Смотри Холодильник открывает А вот он По-разному можно относиться к такому жанру, как черный юмор Кто-то приемлет, кто-то нет Я считаю, что если это по-настоящему смешно И относительно мягко, то почему бы нет Пару примеров Приходит друг в гости к своему другу Говорит Гена Гена Только что был у врача Он сказал Мне осталось жить 7 часов Я пришел к тебе Кому же еще Мы друзья С детства Давай зажьем, как мы умеем Давай до утра дадим Вот зажьем, как мы умеем До утра Давай наколбасимся Ты молодец Я завтра не вставать Я мне с утра на работу Второй день не такой Мне очень-очень остроумный, мне кажется, анекдот В травмпункт заносит человек У которого по самую рукоятку торчит нож в спине Доктор Больно? Только когда смеюсь Ну и пару анекдотов из моей украинской коллекции Которую просто обожаю Украинская свадьба Жених уснул лицом в салате Его будет, друзья Вставай, ты с ума сошел В смысле? Шо в смысле свадьба? Ты жених Шо, серьезно? Я тебе серьезно говорю Ты жених О, а невеста? Он невеста А я к ее зовут? А я не знаю Ты буквально за два дня женився Чи Галя, чи Полина Чи Полина Приходит кум в гости к своему куму Тот сидит Ноги в тазу Вареник, рюмка Все готово Отдыхает человек Выходной день Этот такой хозяйственный Два ведра пустые с собой Привет, как дела? Нормально? Мне надо два ведра набрать у тебя в колодце Больше не надо Ну сильно надо Пожалуйста, можно? Да ради Бога О, Боже мой Був и кипяток Наливай, мне не жалко Тот пошел, взял Два ведра набрал Убежал Буквально через пару минут опять Привет, это я по традиции Не хватило Еще два ведра и все Да бери, ради Бога Тот пошел еще два ведра из колодца Убежал Бери, где-нибудь сурка опять Привет, это я уже Еще морда Она надоела моя Еще два ведра и все Бери А сам думает А куда носит? Надо проследить за ним Он как сыщик Морковка за ним Там прокрался Смотрит Тот себе во двор Приходит и всю воду К себе в колодец Ничего себе Молодец Он быстро домой прибежал Во все оружие ждет его Кто приходит Привет, это я Еще два ведра и все Не дам Пожалуйста Не дам Сильно прошу Я тебе сказал Не дам Я тебе умоляю У меня теща в колодец рухнула Стоит на дне Вот так в воде Два ведра не хватает Следующий анекдот О везении и невезении Скажем так О счастье или несчастье Такой сказочный анекдот Жил человек Которому по жизни Очень сильно не везло Не везло во всем Привыкли все к этому Он сам привык И вдруг повезло ему внезапно Немножко повезло Его послали в Индию Дали ему командировку Он приезжает в Индию В Индии уже не повезло Потерял деньги Документы тут же Ну ходил Бродил где-то На помойке Искал И находит Красивую амфору Такой Кувшин Индийский Красивый Ну он думает Хоть что-то домой привезу Дьютифри не светит Все деньги потерял Добраться больше Ну он как Хотел протереть Ну и как в сказке Там Джин Аля Хатабыч Появился Как это бывает в сказке Любое желание Выполню для тебя Он говорит Ну я не знаю Какое желание Мне вообще По жизни не везло сильно Сделай чтоб везло Теперь постоянно Он говорит Слушай повинуюсь И пропал Ну и все Дальше по сказочному сценарию Он находит деньги Чемодан денег Идет в зоопарк Деньги с него не берут День открытых дверей Ему уже везет Пришел в ресторан Покушал Вы сегодня Тысячный посетитель Денег не надо Везде везет Он пришел в казино Однорукий бандит играет Там рулетка карты Везде везет Казино банкротилось Хозяин застрелился Он пошел в другое Та же ситуация Богатейший человек Через неделю уже не знает Что сделать В галифе пошил Такие карманы Чтоб деньги туда Совать Ну и он решает Это дело отпраздновать Снимает Гостиницу Широтон Выгнали всех оттуда Да Серьезных денег И до утра Там дает такого Что и цыгане местные Приезжали И кого там только не было Гулял человек С утра просыпается Ничего не помнит Уснул в страшном состоянии Просыпается Смотришь Рядом лежит девушка Необычайной красоты Индийская девушка И как у всех Индийских девушек Волбу пятно такое у нее И он с похмелью С похмелью думает Меня всегда интересовало Что это у них такое Наклейка Татуировка Или краска Это же интересно Как Монетку взял Так потер аккуратно Там надпись Жигули Везет человеку Наступило его счастье Вообще счастье Понятие для всех разное Каждый измеряет свое счастье По-своему Я хочу сказать о себе Если сегодня Все вы Привезете домой Хотя бы один Новый для вас анекдот И расскажете своим Друзьям и близким Для меня это тоже будет Самое настоящие счастье Спасибо вам Будьте счастливы Спасибо Дорогие друзья Я действительно очень люблю Рассказывать анекдоты Люблю слушать их Из уст хорошего рассказчика Моим хобби являются Анекдоты интернациональные Начать хочу С украинской темы Итак Представьте себе Возвращается Украинец Весь в коробках Панасоник Соник Хитачи Камасу на лбу Написано Все нормально По две пары часов На каждой руке Купил Тетче Продать Ну Естественно В кимоно Видно Что человек был В Японии Сверху Дубленка Купил у азербайджанцев В аэропорту Она заходит На пятый этаж Звонит дверь Открывает Супруга Ай Курмеец Кидается к нему на грудь Он так коротко И в кровать Ух ты Как и не спеши А романтический вечер Присвечал В кровати Ты бы сказал Ой ну щас Жеребец И ушла Всегда Выходит В спальне Такие позы различные Делают перед ним Он уже давно в кровати В кровати Ты бы сказал Ой ну иду уже Прыгает в пары любви К нему в кровать Он накрывает с головой Смотри Светятся Перелетаем Через океан Соединенные штаты Америки У двух небоскребов Стоит человек Курит К нему подходит девушка Добрый вечер Я из общества борьбы с курением Социальный опрос Скажите пожалуйста Как долго вы уже Этим делом занимаетесь Как долго У вас это вредная привычка Как долго вы Курите уже Муж говорит Ну лет 30 наверное есть 30 лет Кошмар Берет калькулятор Скажите пожалуйста Сколько в день Вы курите патчек Ну в среднем примерно Муж говорят Ну до двух патчек бывает До двух патчек Кошмар Как так можно портить Все здоровье Так Это до 40 Ага Вы знаете Любопытная картина получается Вы знаете Что если бы вы не курили На сэкономленные мои деньги Вы могли бы купить Вот этот небоскреб А вы курите Нет разумеется А небоскреб у вас есть Нет А я и курю И небоскреб мой Итак представьте себе Два друга хорошенько Выпили Легли спать На утро Продолжили Опять Находятся в таком же состоянии Один из них обращается К другому Виктор Супра и ушла Скажи пожалуйста мне Ты Вчера 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 Время Вечернего Чая По столу Желтый лимон Не прыгал Так это Ты мою Канарейку В чай выдавил Стоят трое Соображают Естественно На троих Дают одному Стакан Тот берет Стакан Шанс вырвет Второй Не Не придурок Кто вырвет Тут все свои Два украинца Будучи в командировке В Ереване За пару часов До отправления Поезда Честно случайно Попадают на Старинное Армянское Кладбище Музей Вроде Среди надгробий Читают надписи Арабалаян 1905-1988 Жив 5 лет Ну наверное Жив так О Грачи Карапетян 1911-1995 Жив 3 года Что за бардак А ну Пошли к сторожу Узнаем В чем дело Приходит к сторожу Говорит Дядя Ты извини Мы конечно С математикой На вин Но не до такой Степени Понимаешь Мы так считали На калькуляторе У нас не получается Понимаешь Там человек Прожил лет 80 Написано 5 Все прожил лет 70 Написано 3 Объясни Это несложно Объяснить Ну жили непонятно Ты же взрослый человек Жиль Это немец Увиду Жиль там Существовала Жиль Понимаешь Когда Заграничные Командировки Дзебочки Красивые Мачины Дзенюшки Когда Жизнь такая Вот Что с того Не считается Совершенно Понятно Да понятно Что ж тут неясного Короче Валера Когда я сдохну Напиши мне на могиле Радився мертвым Спасибо Я думаю Вы не против Если начну С анекдотов Итак Представьте себе Грабитель забегает В банк В маске С пистолетом Лежать Не смотреть Все рухнули Закрыли глаза Охранник Попытался Обезоружить Негодяя Бросился на него Сорвал с него Маску Тут тут же Пристрелил охранника Одел маску Кто еще видел мое лицо Повторяю Кто еще видел мое лицо В дальнем углу Лежит мужик Говорит Моя теща Но она сейчас дома Взрыв Все это Оношение Артисты Такое Первое Радо Взрыв Я видел Людя болезни И это Он еще Не начал Шутить Какая Вырожденная Учитовая Какого Господа Пишет Лежит Альбат Пишет 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 Итак Какой Говорит Простите На самом деле Будет Четыре Кутленевс Дьяков Дорак Галу Дорう Речба Скажите Принав Мне Мне 26 День Для День INTERCEP 外 что я знаю, что если я свой дозинский, вот, кто-то, кто-то, кто-то слышит, что мой взгляд пацана на море в нерявке, кто-то сказал, как раз вот, вету заправить очень же на руках, ну вот, вот так вот, а у меня появились обратно что и другие решения. Ну скажу, что я не знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю в этом поле из-за дома, что я и так живу, ну, я знаю, что это уже... потому что я думаю, что он не дарил, я не вижу… а чё вы не делаете транспортчику на пункт в неё утром претра к чё это что ну ладно, куда он продумается же на истинная выехали её в лодке от сих пор чуть-чуть в деда и он приходит на шерпите тяжко на лесах в 84-мь а сначала лежат на подправке на истинной этот дед и сикольский марш на станет и ослеживать на стыле а вот этот там пляж а просто не бей стигал и просто не дадите с чем премьерского уленька чековского и ещё через этот спин зацепил вот вовсе там в трубу открывать двери, пару вушку, ты где? Да, с уйдем вышло, вчера это, ну потому что, мы не национальности, но это очень дорого. Запустите touch, но я не могу делать так, что ты говоришь, а это значит, что мы в городе, у нас всех в городе, что мы украинцы, которые живают, но я не могу сказать, что мы еще хотим. Что я могу говорить. Мы по-русски проверим, что это было проявляться. Не нужно, это не по-русски. Мы просто термируем, а что это не по-русски. А все равно, я не верю, САМЕРТА КАРИА zero И вott. Волков, июня, июня, июня. Июня, июня, июня. А он ещё умеет, тогда что? А на Сергею воно. Ага, июня, 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 июня. Июня, 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 июня. В обломочих Pipinas, в общем, bamboo, of a wood, of a wood, but will see it before. А на берементое нету. А я на серии похожа есть, а на лень не беремен. Да, я же можно дарить с нами. Ага! Июня, неюня, июня. И человек в stock market, профессионалы по-усядрам fiance. Ощущний в覆 У них такая слаба, то являются люди, ну человек едет в машине, поет песню и все это еще, это производство из-за рубля. Если нет, то деньги, то каждый из попаляет, то есть, что я говорю, машина захода. Ну я думаю, что я же слышал это с песней, потому что в этой ситуации все равно, говорит, за тобой слышали, действительно, все, как раз я вот, не послучал, я уже завела из машины. Разве нет, как же он все? Еще и говорит, ну а, 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 это стало как раз. В общем, что это, взгляд, образец, это... В общем, он прикольно не позвечил еще на время. Тоже это я уже сказал? Есть ли? А, если кстати, пожалуйста, это не slapping обязательно. А, ты теперь на тот же артементе , что в лучшем представлении, ну, я думаю, что в первую очередь, есть ли что-то ... А, если это походит у шоу? Там они в обычных чумах, Я хочу, древней сложившейся традиции, начать с анекдотов. Итак, представьте себе, 31 декабря, русский и чукча решают вместе отпраздновать Новый год, идут на зимнюю рыбалку, вот они выходят, ну, решили рыбки поймать к новогоднему столу, естественно, выходят на огромное заснеженное озеро, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки и видят, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукча говорит, понятно, снимает унты, одевает кроссовки, русский говорит, это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 километров в час, а я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать. Друзья, у меня есть тост. Итак, идет актерская вечеринка, поднимается молодой, вернее, пожилой актер и предлагает тост за здоровье. Все выпили, закусили. Через некоторое время он опять поднимается, тот же пожилой актер и опять предлагает тост за здоровье. Так происходит в третий раз, после чего молодой актер говорит, Василий Евграфович, ну это уже было, вы три раза предложили за здоровье, давайте выпьем за что-нибудь другое, например, за удачу. Он говорит, молодой человек, надо пить за здоровье. Мне вчера подвернулась удача, а здоровья не хватило. Друзья, давайте выпьем за здоровье и чтобы всем нам в новом году сопутствовала удача. Человек возвращается из командировки, заходит к себе домой, заходит в спальню, видит совершенно ужасающую картину. Его жена в постели с любовником. Все усложняется еще и тем, что любовник его лучший закадычный друг. В состоянии аффекта он бежит на кухню, берет огромный кухонный нож, с разбегу втыкает любовнику в спину, тот падает замертво. А жена ему говорит, кая, ты так вообще без друзей останешься. Приходит к доктору фермер, доктор говорит, слушаю вас, да у меня все нормально, вы знаете, с женой проблема, в последнее время какая-то депрессия постоянно у нее, она плачет, она раздражается постоянно. Ну тогда вопрос такой, несколько интимного характера, как давно вы были с женой, ну как с женой, вы меня понимаете. О, я не помню, давно это было. У меня сейчас страда, я в поле, мне некогда, жена там, я не успеваю никак. Говорит, не, ну так нельзя, это жена, это женщина, вы должны как-то так. Ну а когда у меня нет времени вообще? Вы далеко у вас поле находится от фермы? Ну километра полтора. Говорит, я вам посоветую, сделайте так. Если вы хотите, чтобы жена к вам пришла, берете ружье, стреляете вверх, она услышит, придет к вам, ну и вы должны. Заодно и покушаете, так что давайте все. Гениально. Уходит, приходит через две недели, весь в слезах. Он говорит, ну что, помог мой совет? Говорит, да вы знаете, сначала все было нормально, и жена была довольна, потом начался охотничий сезон, больше я ее не видел. Ну, сразу же хочу рассказать анекдот из жизни нетрезвых людей. Подвыпивший человек, изрядно подвыпивший, поднимается на третий этаж, звонит в квартиру, открывает мужчина, происходит следующий диалог. Ты что? Я здесь живу. Да? Ну, живи пока. Давай. Ушел, обошел дом вокруг, опять поднимается, опять звонит, опять этот мужик открывает. Я так и знал. С кем я ее честь? Я живу здесь, я говорю, это моя квартира. Да? Ну ладно, извини, брат. Я живи пока, молодец. Ушел опять там, ходит, третий раз звонит, опять открывает. Я так и знал. Что такое? Я тут живу, я могу показать паспорт, прописку, я тут живу. Что стояльную врубаешь? Ты везде живешь, а я нигде. Ой, утро сегодня, какое погодистое. Сейчас племянник мой проснется, а на рыбалку с ним рванем. В школу он всегда успеет. Толку с этих пятерок. Я он отличник был круглый. У меня эти пятерки стояли, лежали и валялись, где не попадя. Пятерка на пятерке. Себе-то ставить, рука ж не отвалится. Бать, я помню, юморист у меня был. Что ты, сынок, одни пятерки, говорит, со школы таскаешь? Что там, выше, шоль циферов нету? Эх, я с дуру ума себе дневник восьмерок понаставил. По три штуки в одну клеточку налепил. Всю четверть залепил восьмерками. Ну что интересно, родители меня тогда пальцем не тронули. Отец лопатой и мать ей же. Я, конечно, понимаю, что племяннику грамотность и образованность нужна. Ну, погода сегодня не школьная. Сейчас проснется на рыбалку. А учится племянник хорошо, здорово учится. Это учителя, дураки. Географичка пристала. Покажи мне, где Гибралтар. Это нормально. Откуда он знает, куда она его положила? Это вот Гибралтар, его постоянно все ищут. Я, когда учился, все искали, так и не нашли тогда. А мой племянник сейчас крайний. Двойку даже хотела поставить ему за Гибралтар. Потом передумала, после того, как я пообещал ей сарай поджить. Зоологичка такая же дура. Пристала с вопросом. Кто такой пятиконтроп? Месяц мозги колупала. Задергала пацана. Он удочку у меня уже в руках не держал. Я в школу пришел, говорю, слышь ты, царевна жаба. Хватит пацана кровь пить. Все проникло сразу. Четверку поставил ему за год. Или за три даже. На топор мой глядюще. Русачка Левкина Иванова тоже прохода не дает. То суфикс, то пупикс какой-то. Откуда что берется? Я, когда учился, их вообще не было нифига. Ну, может, один суфикс в деревню завезут на праздник. По своим ее раздербанят. Мы его и не видали. Ты, если путный учитель же, ты его буквы спроси. Пацан в пятом классе только знает уже все восемнадцать букв. Ему шесть лет еще учиться. Он и писать их научится. Так суфикс, суфикс. Не брал он твой суфикс. Я вообще учил, чтобы ничего чужого не брал. Если на тассе никого. Он засуфикс кнопку ей хотел поставить на стул. Я переубедил никаких кнопок. Она же женщина. Клею на стул, намажь погуще и все. Ну, прибежала она со стулом на юбке приклеена. Морала как сумасшедшая. Двойку даже влепила ему туда. Потом исправила. Ну, лучше четверку поставить, чем ее восьмая корова домой не вернется. Правильно? По литературе училка пришла. Ваш племянник мало читает. Да он и читает и пишет побольше тебя. Он все заборы исписал. Вчера даже стих писнул. Солнце вышло из-за туч. Щука будет браться. Лишь бы пиво с дядькой нам до клева не набраться. Ну, классно же. По математике тоже здорово идет. Таблицу размножения знает, как свои пять пальцев. Я ему дважды два, он мне шестьдесят семь. Я ему трижды пять, восемьдесят девять. В легкую все. Будет, будет с него толку. Ну, сейчас больше меня ловит. Да я аттестат, наверное, ему сам сделаю из блокнота. Да кто заметит? У меня который год же никто не замечает, что права и паспорты с календарика сделаны. И бюллетени из всей деревни всю жизнь выписываю. И квитанции за свет об оплате. Так что сделаю настоящий тестат. Кондовый такой. А может и диплом от института там как пойдет. Проснулся племян. Ну что, рвем? Ай? На рыбалку рвем, говорю. Учиться надо. Егэ на носу у тебя. Сто долларов, видишь, на тумбочке. Отнеси учителю, будет тебе зачет. Я с ним договорился. Да аккуратнее хватай, краска не обсохла. Давай на речке жду удочки не забудь. Школяр. Спасибо.